Владимир Тарасов. Русские уроки японских куанов. Издательство «Добрая книга». 2019 год. «Дзенские куаны» — краткие истории, смысл которых невозможно постичь, опираясь исключительно на рациональную логику. Это не просто притчи, размышления над которыми может привести к просветлению, но и уникальный источник управленческой мудрости. В своей новой книге Владимир Тарасов комментирует классические куаны «Дзен», помогая нам извлечь из древних текстов уроки эффективного управления. Прочитав эту книгу, вы научитесь интуитивно осознавать реальность, не прибегая к размышлениям над словами и понятиями, чтобы решать неразрешимые на первый взгляд проблемы. Сможете использовать секреты великих мастеров дзен для достижения личных и корпоративных целей. Предисловие для русского читателя. Отсутствие заботы о других есть не что иное, как пассивная форма агрессии. 23 августа 1992 года мне предстояло получить автомобиль в по волжском городе Тольятти, вишневую четверку с универсальным багажником, в качестве оплаты за проведенную деловую игру по приватизации автоваза. Для того, чтобы тольяттинские бандиты выпустили машину из заводских ворот беспрепятственно и неповрежденной, я, следуя местному обычаю, дал для этих целей знакомой работнице завода 10 тысяч рублей. Она села рядом с водителем, держа сумочку с деньгами на коленях, чтобы отдать их при выезде. Но, благополучно миновав заводские ворота, она вернула деньги со словами «Сегодня бандиты празднуют годовщину победы демократии над путчистами, пропускают все машины бесплатно». Позже американцы своей гуманитарной бомбардировкой наших братьев-славян в городе Белграде заполнили в русской картине мира недостающее звено между демократами и бандитами. По случаю успешного завершения акции «Игра в обмен на автомашину», мы с одним из заводских руководителей поехали к нему на дачу. Расположение дачных участков повторяло заводскую иерархию. Начальство отдельно, работники отдельно. Его участок был, понятно, не из рядовых. После по-русски основательного обеда хозяин посетовал, что не может пригласить меня попариться в свою баньку, что надо врагом, разделяющим несколько дачных участков. И пояснил, что та немного подгорела от пожара во враге, куда дачники сбрасывают ненужную мебель и всякий хлам. Я рассмеялся. Вот уж чего не бывает у эстонцев. Там никто не станет сбрасывать хлам рядом с дачами. Они не умеют радоваться жизни на вилле посреди помойки. Как люди живут, так и работают. Через полгода у моей четверки на скорости в 120 заклинило двигатель, и после капитального ремонта я ее продал. В августе 2004 года мы с одним из моих учеников, владельцем магазинов модной одежды в Тольятти, забрели в одно из прибрежных агентств по недвижимости на Мальте. Мне нужно было арендовать жилье на пару месяцев. Осмотрев несколько апартаментов, мы с хозяйкой агентства вернулись в офис. Она поинтересовалась, откуда я. Услышав, что из Эстонии, удовлетворилась. А то, знаете, не хотим мы тут всяких арабов, турок, русских. Ну, вы меня понимаете. Я ее понимал. Разговор шел на английском, а мой спутник тактично молчал, не обозначая своей национальной принадлежности. Когда она узнала, что квартира мне нужна для работы над книгой, спросила, на каком же языке я пишу. На английском или эстонском? Да нет, на русском. Я русский. Просто живу в Эстонии. А в августе 2006 года, работая уже над другой книгой, в небольшом эстонском городке Хаапсалу, я спросил русского массажиста, жаловавшегося мне на тупость эстонских властей. Вот вы женаты, имеете детей. Если бы вам пришлось выбирать, в каком доме жить, где в основном семьи эстонские или где русские? Конечно, где эстонцы. А как бы вам хотелось, чтобы весь состав Рейгикогу эстонского парламента состоял только из эстонцев или на все сто процентов из русских? Ну, тогда уж, конечно, лучше из эстонцев. Достаточно и приведенных примеров, чтобы задуматься. Что с нами, русскими, не так? Чем мы драматично отличаемся от других народов? На этот вопрос многие известные русские люди искали и давали свои ответы. Однако то ли эти ответы, хотя и ложились кучно вокруг мишени, но как-то все не в десятку? То ли десятка у этой мишени вообще отсутствует?